Кому хорошо в квартире номер 105, 9-го дома по улице Танкиста Александрова, так это плесень, и она тут цветет пышным цветом. По комнатам распространяется запах сырости, со стен сползают обои, а в дождь на полу образуются лужи. Наша домоуправляющая компания «Зао ЦУК» создает нам прекрасные условия для жизни и творчества. В таких условиях вынуждена жить семья Черногаловых. С середины 90-х они страдают от протечек. Рассчитывали на капремонт крыши. Его сделали в прошлом году, но стало только хуже. Мы сидели с подругой на этом диване и разговаривали. И я хотела встать и идти за чаем, и я остановилась, и на нас упал огромный двухметровый кусок с потолка. Мы, конечно, испугались, мама прибежала, и мы начали это все убирать. Жить приходится в постоянном страхе за собственную жизнь. Недавно в квартире произошло короткое замыкание. В комнатах до сих пор нет света. Стоял треск. При выключении света треск не прекратился. Я испугалась. Я вызвала... У нашей управляющей компании есть диспетчерская служба. Я вызвала мастера, но мастер с первого раза к нам так и не пришел. Коммунальщики здесь, это ЗАО, центральная управляющая компания, о проблеме знают. Пришли, составили смету на ремонт. Считают, что ущерб всего 44 тысячи рублей. Для Александры цена дороже, собственное здоровье. На плесень пошла аллергия. Я сдала анализы, оказалось, что на мое здоровье это влияет очень серьезно. Мы собрались и уже сняли квартиру под постоянное место жительства. И буквально где-то с февраля месяца мы уже совсем съехали окончательно отсюда. А здесь все происходит, здесь невозможно делать ремонт. В общем, все стоит, ждет, пока все смоет окончательно, видимо. На место выходили специалисты жилищной инспекции. Составили предписание об устранении нарушений. Их выявили аж на несколько страниц печатного текста. И протечки, отслоение штукатурки, и мусор на тех этаже, и промокание перекрытий, и кровли. В жилинспекции отметили, капремонт и правда был. Правда, технический этаж в перечень работ не входит. До 25 марта управляющая организация должна очистить техническое помещение от мусора. И в квартире обеспечить исправное состояние штукатурного покрытия. До 25 апреля обеспечить исправное состояние кровельного покрытия. То есть сроки исполнения и на территории жительницы, квартира номер 150, должны еще дополнительно обеспечить защиту от влаги. Пока управляющая компания будет брать разбег на устранение нарушений, Александра подала в суд. Ко мне обратился доверитель с этим вопросом, с требованием и выполнения ремонтных работ, и соответственно взыскания того убытка, который был ей причинен. Доверитель уже понес расходы. Это раз. И второе, он будет их нести. Поэтому тот же самый ремонт, он требует денежных средств, которые мы как раз и взыскиваем. Кроме того, конечно, необходимо компенсировать и моральный вред. Если работы, предписанные жилинспекцией, коммунальщики не выполнят, они получат штраф. Александра с семьей так и вынуждена жить на съемной квартире, потому что в собственной существовать невозможно. Надеется только, что до апреля ее 66 квадратных метров не смоет дождевой водой. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.